Музыка Прошедшая неделя была чрезвычайно богата на всевозможные события, большие, маленькие, скандальные и не очень. Очень сложно расположить их в каком-то более или менее логичном порядке, так что сегодня будем скакать с одного на другое. Музыка Начать я решил с того, что на прошедшей неделе Ради Хабиров и вся его администрация демонстративно проигнорировала две памятные и важные даты. Ну, во-первых, 9 декабря отмечается в России День Героев. В этот день традиционно чествуют героев Советского Союза, если они все еще живы и среди нас. В этот день чествуют героев России всех времен, начиная с чеченских войн и прочих конфликтов. В общем, вот этот день, День Героев 9 декабря, был полностью проигнорирован администрацией Хабирова. А это, вообще-то, обязанность именно администрации, потому что это непосредственно внутриполитический вопрос. Награда учреждена государством, государство должно заботиться о героях. Александр Геннадьевич Сидякин и его вот эта вот, с позволения сказать, команда, занимающаяся внутриполитическими вопросами, никоим образом не обратила внимания на это мероприятие. Вообще-то, принято поздравлять, приглашать всех героев, там, уроженцев, например, региона и так далее. На данный момент 18 человек, героев России, живы и здравствуют на сегодня из числа тех, кто родился и является уроженцем Башкортостана. Так вот, примечательный факт, что ни один из них не проживает на территории Башкортостана. Не знаю, что их выгнало из этого благодатного края, но все они разъехались в разные стороны. И господин Сидякин и его администрация никоим образом не позаботились о том, чтобы пригласить их каким-то образом, показать им свою заботу и интерес. В общем, этот день был просто проигнорирован в Башкирии, как будто бы ни одного героя России из Башкирии у нас не существует. Вторым проигнорированным праздником стал День прав человека. На то, что господин Хабиров и его команда никоим образом не обозначили этот день в своей повестке, обратила внимание Альмира Жукова, которая с гневом это дело зафиксировала. И действительно, юристу Хабирову, наверное, известно о важности всеобщей декларации прав человека, которую Организация Объединенных Наций заявила и утвердила в 1948 году. И 10 декабря каждый год празднуется День прав человека. Видимо, юристу Хабирову и его команде настолько безразличны, в принципе, права жителей Республики Башкортостан, что они решили, что вообще необязательно вспоминать о том, что у кого-то в мире они хоть сколько-нибудь существуют. И коль скоро мы заговорили о датах и их игнорировании, конечно, нельзя не упомянуть о том, что на прошедшей неделе случилось 130-летие со дня рождения Ахмед Заки Валиди. Ну, относительно круглая дата, которая, в общем-то, обсуждалась в информационном пространстве и полностью игнорировалась все так же традиционно официальными властями. Тут, конечно, ситуация сложнее. Это вам не всеобщая декларация прав человека. Ахмед Заки Валиди фигура неоднозначная, обсуждаемая уже много десятилетий в Башкортостане и в мире. Я сам отношусь к истории Ахмед Заки Валиди неоднозначно. Не могу сказать, что я абсолютно его поклонник или против того, что он делал, или осуждаю его. Очень много неоднозначных фактов в жизни этого выдающегося, безусловно, человека. Однозначно можно сказать, что именно Ахмед Заки Валиди был одним из отцов-основателей республики Башкортостан и от этого тоже никуда не деться. Очень много вопросов к периоду жизни и работы господина Валиди во время войны и после войны в Турецкой республике. Много белых пятен. Я занимался одно время историей Валиди в Турции. Даже получил кое-какие документы, я их периодически упоминаю. Речь идет именно о создании этой тайной организации, призванной к объединению тюркского мира. С последующим разоблачением турецкими властями, вот этим странным мягким приговором тогда в Турции за подобные дела и за меньшие дела ставили к стенке, а Валиди отделался достаточно коротеньким сроком в тюрьме. Очень странно, очень много вопросов, но несмотря на все это, Ахмед Заки Валиди безусловно серьезная, большая, существенная часть башкирской истории. Игнорировать ее так, как это делают нынешние власти Башкортостана, это по меньшей мере глупо. А вот, например, господин Барданов, наш новоявленный большой ученый, который вот-вот, значит, уже, наверное, разродится какой-нибудь диссертацией, заявил дословно, цитирую следующее. «Заки Валиди – переоцененная фигура», конец цитаты. Ну, вот Азад Барданов как раз к юбилею Ахмеда Заки Валиди выдал вот такую вот сентенцию. Ну, понятное дело, видимо, себя он считает недооцененной фигурой, и я надеюсь, что так и останется впредь. Подобные заявления, они, естественно, разжигают вот этот вот пожар интереса и конфликтов вокруг фигуры Ахмеда Заки Валиди. И вместо того, чтобы наладить серьезное, обоснованное научное изучение фактов и биографии выдающегося сына башкирского народа Ахмеда Заки Валиди, нынешние власти норовят поглубже засунуть голову в песок, чтобы только не слышать и не видеть того, что происходит вокруг. Ну, и, конечно, вот эти баталии вокруг памятника Ахмеда Заки Валиди, они, конечно, не стихают, и я думаю, что они не стихнут ровно до того момента, пока этот памятник не будет установлен. Ну, в конце концов, позвольте, у нас стоит памятник Ленину на центральной улице города. Кровавый тиран, более чем спорная фигура, человек, который умертвил миллионы людей и прочее, но ему памятник стоит, как-то никто не бунтует, никто не требует его убрать, ну, по крайней мере, ощутимое количество людей. Одновременно с этим спокойный его апологет и вот эта вся вот КПРФ тихонечко там ходит с гвоздичками в определенные даты. Почему бы не поставить памятник Ахмед Заки Валиди? И вот этого я не понимаю. Я не понимаю этого упорства, я не понимаю вот этого, значит, глухого неприятия всей этой ситуации. Хотя, конечно, если честно, понимаю. Но это слишком длинный разговор и, наверное, к нему нужно как-то вернуться отдельно. Теперь уже немножко о политике более современной, то есть сегодняшней. Постепенно становятся известны результаты консультаций, которые интенсивно идут в администрации президента и которые посвящены подбору оптимальных кандидатов на выборы в Государственную Думу осенью 2021 года. В частности, стало известно о том, что господина Ахмади Нурова перестали рассматривать как актуального кандидата в депутаты Государственной Думы от Республики Башкортостан. Честно говоря, меня это удивило. Я полагал, что Рустам Маратович плотно и основательно застолбил за собой там местечко в Госдуме и осенью 2021 года наконец-то покинет нас. Но, видимо, не судьба. Я не знаю, что стало причиной для того, чтобы администрация президента вот так вот резко изменила свое отношение к Рустаму Маратовичу. Возможно, крайняя безвкусие в одежде, я имею в виду вот эту вот бабочку на кавалерийском мундире. Может быть, обилие женщин в аккаунтах, а может быть и неудачный поход в бассейн физкультурно-оздоровительного комплекса Никола Березовка. Рустам Маратович ведет очень разнообразную жизнь. У него много интересного и необычного происходит в жизни. Видимо, что-то вот зацепило глаз чиновников администрации президента. Но, в общем, факт остается фактом. А нам остается наблюдать о том, как в ближайшем будущем Рустаму Маратовичу не удастся занять и пост спикера парламента Республики Башкортостан. Потому что, видимо, это последнее, на что он может рассчитывать или чего он хотеть в качестве никого карьерного роста. Потому что, по сути, конечно, господин Ахмадинуров упустил все возможности внутрикомандного роста и как-то немножко подрастратился в последнее время. А на прошедшей неделе в госсобрании прошел отчет ведомства господина Морзаева о проделанной работе. Это, конечно, был волнительный момент. Алан Викторович пригласил с собой группу поддержки в лице, например, председателя контрольно-счетной палаты Константина Шагимуратова, который на все лады защищал несчастного министра транспорта и дорожного строительства от нападок депутатов в госсобрании, которые требовали все-таки ответить на их вопросы, например, о том, когда же начнут по-настоящему строить качественные дороги. В общем, это, конечно, отчасти был разговор глухих со слепыми, но Костя Шагимуратов прямо отчаянно защищал Морзаева. Видно было, что он готов глотку перегрызть. Все валили на господина Мухаммедьянова, все проблемы. Морзаев бесконечно упоминал о том, что он совсем недавно только министр, значит, и так далее, и так далее. Эта отмазка, конечно, начинает уже всем надоедать и перестает работать, но тем не менее. Наблюдатели отметили, что господин Морзаев при этом был, значит, в часах примерно за 3 миллиона рублей, что кинулось в глаза многим понимающим в этой технике. И вообще, конечно, над головой Алана Викторовича сгущаются тучи. Я делаю такой вывод хотя бы потому, что анонимно мне был доставлен некий аналитический документ с достаточно подробным анализом жизненного пути господина Морзаева, с указанием ряда фактов и моментов. Впрочем, на данный момент фактов непроверенных, и потому называть их достоверными я не берусь. Мы их сейчас направили на проверку. Сделали несколько запросов, в том числе в правоохранительные органы. И так упомяну хотя бы о том, что в этом документе речь идет, конечно, о вопиющих историях, с какими-то нерастаможенными мерседесами, с какими-то продажами этих мерседесов каким-то силовикам. Это еще речь шла об Осетии, потом уже про Подмосковье, родня, какие-то активы, потом уже и родной Башкортостан. В общем, много-много, на первый взгляд, возмутительных фактов, которые я на данный момент пока фактами не называю. Мы это все очень подробно проверим. Там есть и название фирм, и фамилии некоторых товарищей, с которыми происходили определенные события. И так далее, и так далее. Все это будет тщательно проверено. И если хоть что-то из этого появится в поле достоверных фактов, то тогда, конечно, мы об этом расскажем. Я уже много раз говорил, что мы будем обязательно рассказывать о тех, кто нами управляет, о тех, кто распоряжается нашими деньгами. И Алан Викторович, конечно, здесь на одном из первых мест в плане интереса и в плане того, что мы обязаны знать все о человеке, который ворочает такими огромными государственными деньгами. И если о нем станет известно что-то подобное, то мы, конечно, должны об этом знать. Нам же надо беспокоиться о деньгах. Печальная новость пришла буквально вчера, 11 декабря 2020 года. Стало известно о том, что издательский дом Республики Башкортостан, государственное предприятие, выставило на продажу помещение в здании бывшего уфимского полиграфкомбината на проспекте Октября. Казалось бы, что тут такого, но продается здание. Однако, если мы хорошенько оглянемся назад и вспомним, что творилось вокруг издательства Башкортостан, мы поймем, что вот эта история является яркой иллюстрацией того, насколько беспомощна и непоследовательна команда Хабирова в своих действиях. История началась, между прочим, 16 октября 2018 года, буквально через несколько дней после пришествия Хабирова в Башкортостан. Так вот, тогда господин Хабиров заявил, что издательство Башкортостан избежит банкротства и распорядился подготовить все варианты его спасения буквально до 15 ноября все того же 2018 года. Поручено это было сделать господину Мурзагулову, который тогда, особенно ярко распустив перья, участвовал во всех процессах, которые были связаны хоть как-нибудь со СМИ, какими-то масс-медиа и прочими-прочими вещами. Через год, в 2019 году, было заявлено, что в здании полиграф-комбината на базе издательства Башкортостан будет организован IT-парк. И вот проходит уже год, и банкротство вступает в полную силу, и здание выставляется на продажу. Здесь мы четко, отчетливо видим картинку того, что команда не может справиться с задачами, декларирует неисполнимые горизонты, заявляет о своей эффективности и на выходе дает просто ноль или пшик. В принципе, то же самое можно сказать про вот эту всю футбольную тему, куда угроблено огромное количество денег. И между прочим, и с издательством Башкортостан тоже все было не бесплатно. Некоторое количество денег было направлено на спасение этого предприятия, и что теперь? А речной порт, в который тоже вбухали какое-то количество денег, и прочее, прочее. А футбольный клуб Уфа, который, значит, у нас тут пшикнул во всех направлениях, да, как команда, так и тренеров, и все прочее, прочее. Вот постепенно начинается иллюстрация того, что происходит. Прошло два года, и мы видим, мы получаем уже накопленный эффект. Мы можем давать оценку событиям. Люди конкретно не справляются. В минувшие дни зрители наши очень неплохо смотрели канал. Много просмотров, много лайков. Мы безумно благодарны за каждый просмотр, за каждый лайк, за каждый рубль, который вы присылаете в помощь каналу. Продолжайте это делать, следите за событиями, а мы постараемся радовать вас достоверной и интересной информацией. Ну и, конечно же, мы не можем обойти своим вниманием самую яркую и самую скандальную историю прошедшей недели, историю с этими несчастными детьми из деревни Новомусино, которые вынуждены ловить интернет в каком-то заброшенном коровнике, завернувшись в полиэтилен. По крайней мере, так звучала информация изначально, и дальше начались пляски с бубнами вокруг всей этой истории. Важнее, на самом деле, даже не вот эта история с тем, что учились эти дети в коровнике, не учились эти дети в коровнике, ловили они там интернет или не ловили. Важнее реакция, во-первых, самого информационного сообщества и реакция чиновников, которая в этот момент случилась. Совершенно ожидаемой и абсолютно классической реакцией была реакция «Вы все врете». Буквально мгновенно с таким тезисом выступил Айбулат Хажин, министр образования, который сказал, что это все абсолютно вранье. Правда, Юла Ильясов, глава Куяргазинского района, где расположена эта знаменитая деревня, заявил о том, что на самом деле это все не вранье, и что действительно в деревне плохо с интернетом, и что они там работают над этим вопросом. Это причем произошло синхронно, и это очень характеризует команду Хабирова, в которой на самом деле никогда не было единства и понимания вообще задачи каких-то там взаимных интересов. Мурзаголус в Хажином брызжа слюной отрицают вообще факт события, Юлай Ильясов подтверждает факт события, потом находятся женщины, которые разместили эти ролики и эти фотографии в сети, то есть событие все-таки случилось, потом началось обсуждение по-настоящему это было или не очень. Ряд башкирских и федеральных СМИ распространили информацию об этой ситуации, господин Хажин отреагировал моментально, опять же в том же ключе, он пригрозил, что подаст в суд на издание, которое размещает эту информацию, в частности, видимо, на Комсомольскую правду, а также пригрозил, что он обратится в Роспотребнадзор с требованием запретить эти все публикации и удалить их из сети. Не знаю, случилось ли это на самом деле, надеюсь, что нет, потому что, ну мало ли, что, говорится, в запале не скажешь. Очевидно, что ситуация эта чудовищным образом зацепила почему-то башкирские власти, и тут началась какая-то форменная истерика, хотя на самом деле повода для нее особого не было. Ну да, есть глухие деревни, где нет интернета, и что? Есть какие-то энтузиасты, которые там фотографируются в коровниково, завернувшись в полиэтилен, и что? Но вот эта вот реакция, она, конечно, в полной мере характеризовала неготовность информационных служб республики к каким-либо стрессам. Вот этот вот, в общем-то, небольшой информационный стресс, который случился в пятницу, он показал, что даже вот такого небольшого события достаточно, чтобы фактически снести всю повестку республики, чтобы затмить приезд двух федеральных министров в республику Башкортостана, об этом практически не говорили, и даже почти затмить открытие нового ковидного госпиталя в Стерлитамаке. Вот эта история с детьми в коровнике, она вот воздействовала на информационное пространство так. Не умеют работать со стрессовыми ситуациями, тут же голова в песке, значит, крики вы все врете и прочее, прочее, прочее. Ближе к вечеру пятницы они даже нашли каких-то двух тетенек из Новомусина или не из Новомусина, мы уже даже не знаем, кто это был, и заставили их на камеру извиняться перед теми, кому они доставили неприятности. То есть, по сути, вот этих двух престарелых сельских жительниц заставили извиниться перед Айбулатом Хажином и господином Мурзагуловым за то, что им, значит, не удалось в полной мере насладиться вечером пятницы и пришлось бегать там, звонить ей куда-то жаловаться. Это, конечно, все очень стыдно. И это все четко иллюстрирует то, что эти ребята работать не умеют. Если честно, я уже устал об этом говорить. Мы, наверное, уже все, очевидно, убедились в этом всем, что малейшая неустойчивость, малейший стресс тут же срывает в истерику все башкирские республиканские государственные СМИ. Тут же все переходит на уровень, вы все врете, вы все экстремисты, ваххабисты и прочее, и прочее. В общем, ну, все примерно как на Куштау, только чуть-чуть послабее. Я удивлен тем, что этих детишек вовсе не обвинили и не объявили уже к обеду-пятнице там детьми ваххабитов, значит, и элементами подрывающими стабильность российского государства, как обычно это делает Мурзагулов. То есть, ну, тут странно. Видимо, это у нас на понедельник будет переложено, выяснится, что родители у них совсем нехорошие редиски. В общем, показательная история, стыдная история и довольно глупая, если честно, история. Мы продолжаем эпопею с лицеем номер один города Уфы. Вот эта история с неотлипающей кашей, с визгом директора, который отчитывает детей. Очень в тему тогда директор в том ролике сказала о том, что видеокамеры пишут все, имейте в виду. Именно вот в эту ситуацию теперь попала она. Потому что нескончаемым потоком от старшеклассников первого лицея нам поступают эти видео, мы их фильтруем. И вот на этой неделе пришло два интересных видео о том, каким образом производится снабжение продуктами пищеблока этого замечательного лицея, и о том, как вообще в этом пищеблоке идет работа. На одном из роликов мы видим, что какие-то там то ли фрукты, то ли овощи, значит, прямо из грузовика сначала швыряют на землю, а потом заносят в помещение. А вот на том ролике, который снят через дорогу, значит, в окне, видно, как повар, не одевая перчаток, что-то там, значит, готовит. Видимо, это тот самый замечательный, значит, повар, о котором говорила директриса, с которым чуть ли не случился сердечный приступ после того, как его обвинили в нерадивости. В общем, тут директор лицея попалась сама на крючок собственной, значит, и к тому, что теперь за ней постоянно следят видеокамеры, видеокамеры собственных учеников, и, видимо, они намерены довести дело до конца. Потихонечку переходим к новостям более-менее смешным, а потом и вообще приятным. К смешным новостям я могу отнести то, что на прошедшей неделе знаменитый сутяжник Саша Сидиакин по совместительству руководителя администрации главы Республики Башкортостан с недавнего времени то ли денщик, то ли вестовой при военкоме Республики Башкортостан, а также большой ученый, курирующий создание научного центра, человек многогранный. Так вот, Саша Сидиакин на прошедшей неделе снова подал в суд. В этот раз Саша подал в суд на журналиста издания про Уфу и автора статьи про самого Саша Гузель Сахипова. Гузель Сахипова достаточно известный журналист, она лауреат Всероссийской премии Смиротворец 2016 и так далее, и так далее. В своей статье Гузель повествует о этапах большого пути Саша Сидиакина в его политической жизни и вообще, и вообще о том, как Саша метался из партии в партию, например. Он сначала был в партии ветеранов, потом стал в партии Справедливая Россия, потом, значит, и в данный момент яростно отстаивает интересы партии Единой Россия, что, на мой взгляд, говорит о том, что для Саша все равно, какие интересы отстаивать, лишь бы было интересно. А также Гузель рассказывает о том, как Саша метался из региона в регион. Родился он в одном месте, пригодился он в Башкортостане, потом он метнулся в Татарстан, потом и вовсе в Москву, теперь снова в Башкортостан, что тоже наводит на мысль, что какая разница, за какой регион топить и где работать, лишь бы было интересно. Саша Сидиакин вообще интересный человек, в том числе, конечно, можно упомянуть, что к свойству его характера можно отнести и некую ветренность в личной жизни. Саша бегает не только из региона в регионы, не только из партии в партию, но еще и от мадам к мадам, но это, как говорится, его личное дело. Впрочем, отмечу, что получив диплом юриста, Саша тоже юрист, в никому неизвестном каком-то там городишке, название которого даже вспомнить сложно, он так и не освоил до конца в общем-то юридической грамоты, на мой взгляд, по крайней мере, по моему субъективному суждению, и суждение это мое основано на том, что он так до сих пор и не смог понять всех процедур взаимодействия между истцами и ответчиками в суде, и он до сих пор, например, мне так и не прислал копию своего войскового заявления. А США упорствует. Ну, не знаю, может быть, действительно, конечно, он так сильно занят сейчас в новых своих вот этих вот ролях при военкомате и при Академии наук, ну, если что, Саша, ты только махни рукой, сдвинь бровь или там, ну, как бы подмигни, и я приду прямо в бутик к тебе, заберу оттуда бумаги, если надо. Ну, надо же как-то дело делать, а то все встало. Так что давай, Саша, берись за лом. Ну, и в завершении новость просто хорошая. Все мы знаем, что в минувший понедельник странным образом на оперативке отсутствовал Максим Васильевич Забелин, наш министр здравоохранения. Просто без объяснения Хабиров сказал, вот, дескать, отпросился. Мы узнали. У Забелина родилась дочь, с чем мы, собственно, и поздравляем Максима Васильевича, здоровье матери и ребенку, успехов, ну, и давайте уже начинайте заниматься нашим здравоохранением. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин